Привет-привет, друзья! С вами Елена Викторовна, канал OK English. Рада приветствовать вас в плейлисте Sound Natural. Говори, естественно, как это делают носители языка. Сегодня у нас 26-й урок из 100, и мы говорим об обороте How Dare You, Как Ты Смеешь. Оборот очень эмоциональный, видите, здесь даже восклицательный знак стоит. Давайте посмотрим, как он работает. Итак, максимально близко к этому обороту мы можем подобрать перевод как Как ты смеешь? Как ты можешь так делать? И Dare, на самом деле, многие не знают, но Dare – это модальный глагол. Он, конечно, не так распространён, как can, could, must, may, might и так далее, но он тоже есть, это более древний глагол. Он практически вышел из обихода и используется только буквально в нескольких оборотах, которые уже, наверное, воспринимаются как устойчивая связка. Но вот если мы посмотрим, то мы видим, что How – это вопросительное слово, как Dare, видите, стоит в позиции модального глагола, потом автор действия You, и после этого мы используем инфинитив, то есть начальную форму глагола. Давайте посмотрим, как это работает. How dare you call me fat? Как ты смеешь называть меня толстой? То есть ты вообще не офигел называть меня толстой? How dare you call me fat? То есть эмоциональный оборот, понимаете, когда человек делает что-то, что вы считаете неподобающим, вы можете сказать ему How dare you? После How dare используется кто-то, кто совершает дерзкое действие, потому что dare вообще переводится как осмелиться, рискнуть иногда, можем так вот переводить. И после You, после автора действия, мы используем, как видите, инфинитив call. Call в данном случае переводится как называть. How dare you call me fat? How dare you speak to me like that? Как ты смеешь говорить со мной таким образом? Как ты смеешь так со мной говорить? How dare you speak to me like that? Опять же эмоционально произносим, нельзя такие фразы произносить вот так вот скучно. How dare you speak to me like that? Нельзя, потому что оборот, эмоциональный глагол dare, эмоциональный. Он такой как заряженный, знаете. Обычно такие фразы говорят, вот когда человек взвинчен, понимаете, когда он на нерве, да. Именно поэтому вот мы видим восклицательный знак каждый раз, да, и вы прослушаете потом наших дикторов, они также будут эмоционально произносить данный оборот. Так, speak to говорить с кем-то, да. Speak to me говорить со мной like that таким образом. Like после глагола speak like – это уже характеристика, это уже не глагол. Speak like – говорить как, каким образом? Speak like that – говорить таким образом, говорить так. How dare he do that to me? Как он смел так поступить со мной? Как он мог так поступить со мной? How dare he do that to me? Или dare здесь все-таки в начальной форме, есть еще, кстати, прошлая форма dared, очень редкая, и поэтому все-таки, так как здесь начальная форма, лучше остановимся на варианте, как он смеет поступать со мной так. How dare he do that to me? Как он смеет делать так, кому? To me – мне. How dare you turn him down? Как ты могла его, как бы ему отказать, да, его послать? Turn down – это отказать человеку, или вот если, например, там более такая свободная ситуация, можем переводить как послать человека, куда подальше, да, turn down. How dare you turn him down? Как же ты могла отказать ему, да, или как вы могли ему отказать, тут смотря какая ситуация, перевод фразы может меняться. Давайте еще разочек повторим эти фразы и двинемся с вами к диалогу. How dare you call me fat? How dare you speak to me like that? How dare he do that to me? How dare you turn him down? И диалог. Здесь у нас босс, начальник и эмплой и подчиненный. В английском языке, напоминаю, все-таки босс произносится как бас, то есть звук ближе к а. David, more and more money has been missing from the company's funds over the past six months. Really? What's been happening? Obviously, somebody has been stealing the money. Who do you think it could be? Well, you're the accountant. You tell me. Do you think I did? How dare you accuse me of stealing? Переводим. Начальник говорит, David, все больше денег пропадает со счетов компании, пропала со счетов компании за последние шесть месяцев. Правда? А что происходит? Очевидно, кто-то ворует деньги. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Ну, вы ведь бухгалтер, вы скажите мне. Вы думаете, что это я сделал? Как вы смеете обвинять меня в воровстве? То есть такой вот честный сотрудник, но, видимо, не очень хороший бухгалтер, раз он не видит, что деньги со счетов куда-то в неизвестном направлении пропадают. Окей, давайте теперь более детально. David, more and more money has been missing from the company's funds over the past six months. Мы видим present perfect continuous. Has been missing. Пропадают. Мы видим период, в течение которого происходит данное действие. Over the past six months. За последние шесть месяцев. То есть шесть месяцев назад, полгода назад, деньги начали пропадать. Пропадали, пропадали, и сейчас до сих пор они пропадают. Действие началось ранее, продолжается. И мы здесь имеем полное право использовать present perfect continuous. More and more money. Больше и больше. Или все больше. More and more money, все больше денег. Has been missing. Пропадают. Откуда они пропадают? From the company's funds. Со счетов компании. Fund. Можем переводить как фонд. Но здесь лучше, наверное, переводить как счет. The company's funds. То есть счета компании. Фонд имеется в виду те счета, которые обеспечивают финансирование компании. То есть те, которые направлены на поддержку данной компании. Company's funds. David, more and more money has been missing from the company's funds over the past six months. Really? What's been happening? Правда? А что же происходит? What's been happening? То есть здесь мы вопрос или не вопрос, да, но первая мысль была сказана в continuous, present perfect continuous. Мы ее же продолжаем дальше в том же времени. What's been happening? Полная форма. What has been happening? Что происходит? Уже на протяжении всего этого времени over the past six months. Здесь они не указаны, но подразумеваются. Really? What's been happening? Obviously somebody has been stealing the money. Ну, очевидно, кто-то ворует деньги. Obviously. Очевидно. Всем понятно. Obviously. Ну, obviously. Очевидно. Просто запомните. Хорошее, красивое слово часто используется. Somebody, кто-то has been stealing, опять present perfect continuous, ворует. Still воровать, красть. Кто, как вы полагаете, это мог быть? Who do you think it could be? Здесь do you think – это вроде бы как вопрос, но на самом деле это просто больше как вставная конструкция. И на русский можем ее даже не переводить. Можем вот только вторую часть, it could be, переводить вопросом. Кто бы это мог быть? Кто же это мог быть? Who do you think it could be? Причем, обратите внимание, это сложное предложение, и вопрос относится только к первой части do you think, а во второй части it could be у нас вопросительного порядка слов уже нет. Who do you think it could be? Кто же это мог быть? Кто бы это мог быть? Do you think – просто требуем подтверждение. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Well, you're the accountant. You tell me. Ну, вы ведь бухгалтер? Вы скажите мне. Accountant – бухгалтер. Запомните, кто у нас есть из подписчиков бухгалтера, друзья мои. Теперь вы знаете, как ваша профессия называется на английском языке. An accountant. You're the accountant. Ты – бухгалтер. Почему здесь используется не an, а the? Ведь мы знаем, что с названиями видов профессии мы обычно используем неопределенный артикль a. Дело в том, что the здесь подчеркивает именно не просто то, что человек по профессии бухгалтера, он конкретно бухгалтер, конкретно этого учреждения. Ты ведь у нас бухгалтер, да? You're the accountant. Вот это у нас подчеркивает, да? Не просто, что человек имеет такую профессию, а то, что он именно здесь работает по этой профессии. В английском это подчеркивает, этот акцент придает определенный артикль the. You're the accountant. You tell me. Вы скажите мне. Вы расскажите мне. Well, you're the accountant. You tell me. Do you think I did it? Вы думаете, что я это сделал? Do you think? Вы думаете? I did it. Я это сделал. How dare you accuse me of stealing? Как вы смеете обвинять меня в воровстве? То есть, здесь человек настолько был в шоке, что на него свалились эти обвинения, да? Что он просто нестерпел его, вот эмоционально высказал. Как вы смеете так говорить? How dare you? Глагол accuse – это обвинять кого-то в чем-то. Accused of. Обычно с предлогом of используется. И обвиняют, как правило, кого-то, да? Поэтому здесь между accused и of будет помещаться объект. Обвиняют меня. Accuse me. How dare you accuse me of stealing? Ну, так как у нас после предлога of идет глагол, то, естественно, глагол мы даем в форме герунде, то есть в виде глагола с окончанием in, который не имеет отношения ко временам. How dare you accuse me of stealing? Как вы смеете обвинять меня в воровстве? Еще разочек читаем наш диалог. David, more and more money has been missing from the company's funds over the past six months. Really? What's been happening? Obviously, somebody has been stealing the money. Who do you think it could be? Well, you're the accountant. You tell me. Do you think I did it? How dare you accuse me of stealing? И наши слова, сегодня их у нас очень мало. Turn down. Отказать. Отклонить. Послать. Куда подальше. Miss. Пропадать. Money has been missing. Да, вот это место. Obviously. Очевидно. Obviously. Somebody has been stealing. И steal. Воровать, красть. Да, заниматься грабежом. Accountant – это бухгалтер. Профессия. Accused of – обвинять в чем-либо. После этого оборота мы следующий идущий глагол, если нужно, используем в форме герунти. Все, друзья, мы разобрали материал на сегодня. Надеюсь, все вам понятно. Вопросов у вас не осталось. Просто обратите внимание, что dare – это действительно модальный глагол. Пусть и очень и очень редкий, используется он именно таким образом по правилам модальных глаголов. На этом буду с вами прощаться. Меня зовут Елена Викторовна, канал OK English. Следите за новинками на канале. И не забывайте пересматривать старые уроки, чтобы освежить материал в голове. До скорой встречи, друзья мои. Bye-bye. Sentence structure number 26. How dare you? Examples. 1. How dare you call me fat? 2. How dare you speak to me like that? 3. How dare he do that to me? 4. How dare you turn him down? Dialogue. David, more and more money has been missing from the company's funds over the past six months. Really? What's been happening? Obviously, somebody has been stealing the money. Who do you think it could be? Well, you're the accountant. You tell me. Do you think I did it? How dare you accuse me of stealing?